Сегодня завод Домотэ запустил новую консервную линию, увеличиваясь мощность производства консервов до 2 миллионов банок в месяц. Это позволит производить до 24 миллионов банок в год. Сумма инвестиций составила порядка 15 миллионов рублей. За производством консервов наблюдала Мадина Каракетова. Лидия Кимкетова в Домотэ не работает еще и года, но уже на хорошем счету как грамотный специалист. Лидия называет себя контролером веса, то есть она контролирует, взвешивает наполненные банки. Банка должна быть определенного веса. Если меньше, я добавляю, если выше, я убираю. Она должна идти по годам. Мясные консервы проходят все этапы также ответственно. Этим и объясняется их неповторимый вкус и качество, которые уже оценили потребители. Консервную продукцию Домотэ стала выпускать летом 2023 года. Проект, как говорится, стрельнул и ровно через год компания значительно увеличила мощность производства. Мы увидели, каким спросом пользуется продукция и руководством компании в оперативном режиме было принято решение о модернизации данного цеха. Соответственно, путем замены нескольких единиц оборудования, автоматизации некоторых этапов производства продукции, на выходе мы получили производство, способное выпускать 2 миллиона банок в месяц или 24 миллиона банок в год. На первоначальном этапе? На первоначальном этапе мощность этого цеха была порядка полумиллиона банок в месяц. Модернизация оборудования позволила увеличить скорость линии. Дополнительно приобрели этикетировщик, банкомойку, дозатор и закатку пустой банки. Мясоорезку, которая также упрощает процесс и позволяет в конечном итоге быстрее заготавливать сырье и, что немаловажно, обеспечить точность его нарезки. После того, как банки наполнили с учетом всех требований и стандартов производства консервированного мяса, их отправляют на дополнительную стерилизацию. В эту смену за жесткую тепловую обработку, которая в полной мере обеспечит гибель не образующей споры микрофлоры и гарантирует стойкость консервной продукции при длительных сроках хранения, отвечает Иван Кравчук. Мы производим варку продукции. В течение двух часов у нас идет стерилизация. После чего мы выдаем уже готовую продукцию на участок упаковки и маркировки. Эти мясные консервы можно смело хранить до двух лет. В качестве сырья для консервов Дамате используют собственную баранину и индейку. Работает цех по производству консервов ежедневно, без выходных. В одной смене задействованы порядка 35 человек, рассказывает генеральный директор завода ООО «Кавказмясо» Харун Гидиев. В планах компании дальнейшее развитие производства консервов. Я так думаю, это еще не последний этап модернизации, увеличения мощностей производства. Почему это происходит? Потому что наша продукция соответствует всем требованиям качества продукции. Само производство отличает всем требованиям пищевой безопасности. Очень хорошие отзывы от покупателей получаем. На текущий момент мы выпускаем ассортимент баранину тушеную, баранину классическую, также индейку классическую и индейку по-домашнему. В планах есть запустить также производство консервов из говядины. Консервные продукты Дамате выпускаются под брендами «Базарка» и «Индилайт». Все сертифицировано по стандартам «Халал». Марина Каракетова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.